да всем привет народ с вами дароми это у нас и женщины пакта это именно клип да вот она приветствуется тоже типа короче я только что выполнил дейлики да по круткам у нас что там у нас мы вчера выбили вот эту как его колей вот да на 76 премов но это такое себе потом как-то собираем еще да так вот да напил не обращайте внимание это такое если что то будем подкручивать короче да и как вы поняли поняли у нас вчера вот ну если быть точнее вчера это может быть когда угодно на типа 24 08 у нас вышло обновление и вышла карта то есть регион продолжение сюжетки вот сумеру сумеру кому как удобно да вот это еще не вся лока будут еще дополняшки как помните у нас с инозумой было сначала вышло 3 или 4 их было потом вышел еще с иран а потом вышло и и цуруми основными вот я не помню вот от сумел она сразу было или нет если что напишите в комментариях пожалуйста да а мы тем самым временем тапаемся на статуи архонта этом так примерно просмотрел вход где в эту локу я там примерно уже чуть-чуть побегал да но на запись я типа вот будем вместе открывать типа проходить там все но я там типа чуть-чуть побегал там посмотрел как она шо она что она из себя представляет и довольно таки знаете локация такая лока такая более сказать что обширная да вот клей сих моя гордость я мы ее выбили из какой крутки я не помню даже с семьдесят шестой тулин каши где-то в этом районе вот а проход у нас ок а вот да проход проход а тут этой статуи архонтов мы так отпадаем вниз к вот этому лагерю хили чурлов только нам на только нам нужно чуть-чуть выше вот здесь вот видишь так только есть мостик да и такое чувство как будто бы он здесь всегда стоял вот этот проход типа короче то ущелье тянгу ну активируем на первая точка пилипортации пути на сумеру вы сумеру то вот давайте сейчас сразу пробежимся по том что у нас тут по знакам склицения да это небольшие спойлеры там будут так это грибы это да это мумбики там есть что все их увидим побьем разобьем мороза кашу увидим что как и к чему будет у нас там все идти да будет обидно если конечно часть запись пропадет да так как я сейчас не дома я сейчас в другом месте нахожусь вот там ну ничего будем надеяться на лучшее готовится к худшему да давайте пособираем руду ладно вот так вот и это по моему предпоследнее да да давайте нас ждет долгий путь ну переведи кстати да феечки уже опять все молодость я вспомним как мы бегали собирали тут это все были это что за зверю гейвы даже не встречал когда тут сам бегал лето кабанчик сеть 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 и детеныш грибосвина и прикольно для цветочки всякие вот эти вот это растут себе упали грибосвин вот эта штука она довольно таки прикольная сейчас где сундук 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 мы сможем с ней вот так типа взаимодействовать так берем так нажимаем т и опа видали да как мы умеем уже да 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 так часто он тут пинг раздуплится пока там чуть-чуть пока пятая пока 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 10 джек статуи архонта идем до ну а я хотел его словить сейчас вот это мы закрываем и с активировать этот мир открыт для тех что если это исполнило благородство до лес а видья вирджинья сразу вспомнился чё-то я не знаю чё ничего туда ну такая вот продолжение нашей локации красивенько тут вот это походу вот город сумеру городе на зума до вон город левее и город манштадт так и диана диана вот главное не потеряться были тоже церковь а это храм это храм это это дом какой-то у лампаджина так ладно а где вопрос наше задание так как тиранность точка телепортации это шо было только что а что это было дроме ты это видела о чем ты такие кругленькие похожие на растения раз их нет капуста да нет же на малюсеньких животных или эльфов похоже надо поспрашивать о них когда будет возможность да 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 так хопа вы 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 ты кто хороший или ты плохой лесной дозорный и и раз как хорошо что то что сегодня не произошло ничего необычного привет привет тебе нужна помощь ой по-видимому у тебя все хорошо и тебе не нужна никакая помощь тогда получается удовольствие от нахождения в тропическом лесу а тогда получил удовольствие от нахождения в тропическом лесу здесь здесь нет ничего удивительного но зато чисто и уютно я часто подменяя своих коллег чтобы проводить больше времени в лесу но при необходимости я сделаю все что смогу ясно ясно хорошо так давай первый костер зажжем тут и здесь где то есть анима кульчик анима ну короче да вы мне поняли что она здесь ну открывайся так пшеница где кульчик это что кстати да знаю что мы забыли сделать что я забыл точнее сделать вот такую интересную штуку смысле это раньше было это что для плюсик плюсик что уиля я забыл и так мы сейчас опять вернемся сюда да так где мы хиллер а вот так вот вот так вот надо сделать мы добавим это касается ну да именно хопа нам нужно сделать вот так вот да возьмем нашу элемент так это прикоснемся и сейчас отрезонируем с дендра стихией да это раз а второе там мы получили какое-то достижение так поклонение статуи сколько нужно ух ты что ж сколько что они тут может перепутали первый нолик да типа как это сколько тут кулов будет ой мамочки божечки ладно давай первый кул соберем хотя бы 0 и танку я уже и позабыл как это каково это ходить типа не собирает эти кулы вот это все это знаю же за вот оно как-то быстро проедается типа ну ничего ничего мы были к этому готовы да так кульчик где-то там полейте рысь ты что такое не я конечно его встречал уже да он бьется не сильно но с него выпадает три куска мяса карл 3 да это вам не кабанчик из которого выпадает 2 и не лисички с которого один это вам рысь с него выпадает сразу 3 куска мяса да больше всего что вот это кульчик он где-то там под землей прячется я понимаю мы шли за одними мы делаем второе в итоге и дойдем к третьему но типа все же как туда попасть там при этом что-то завязан ладно так может как-то вот это надо типа ну это же вот это типа штука для ну того ну да типа окей нет так нет где наш сюжет варис а сюжет мэйна стури выразил вы варю у врыть что что-то Ну чё, давай, вступаем на путь истины, путь нашего приключения в Сумеру. В Сумеру. Теперь, когда мы прибыли в Сумеру, наша следующая цель – город Сумеру, где нам нужно найти способ вернуться с малой властельницей Кусанали. Мы мало что знаем о малой властельнице Кусанали, но она совсем не похожа на божество, которое похитило твоего брата. Однако, Сумеру не зря называют стороной мудрости. Если нам удастся встретиться с божеством мудрости, мы сможем получить ценную информацию. Я тоже так думаю, но... Паймон не знает, в какой стороне город Сумеру. Давай заберёмся на большую скалу, где стоит статуя семьи архонтов, и осмотримся. Если не увидим город, по крайней мере, посмотрим, нет ли поблизости деревни. О, блин, тут уже идёт. Постой, смотри, там кто-то впереди. Отлично, мы просто спросим у неё дорогу, вместо того, чтобы бродить по округе, как заблудившиеся искатели приключений. Эй, привет! Мы не местные, кажется, немного заблудились. Хотим спросить дорогу. Да. Что? Она не слышит Паймон? Эй, ты там! Эй, там ты! Можно спросить у тебя дорогу? Прохожие из Сумера. Алё, посмотрела на нас, как на какой-то мусор, типа... Слышь, ты, холоп! Вообще ненормальная какая-то. А ну, давай за ней проследуем. Что происходит? Она точно нас слышала? Постой-ка, она что, нас игнорирует? Да как она смеет? Возможно, у неё есть на то причины. Не злись, это не повод для переживаний. Оф, ну и ладно. Она всё равно может направиться куда-то, где живут люди, у которых мы сможем спросить дорогу. Давай пойдём за ней, только не слишком близко. А как только выдастся случай, спросим у неё, у кого-нибудь дорогу. Да, 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 да! Так, сквозь дым и тёмные леса, том 3, глава 1. Так, пойдём тихонько за ней, чтобы она нас не заметила. Так, вопрос, где она? Вон она. Ага. То есть, нам сейчас туда подниматься надо. Что? Она подошла к тому маленькому водопаду и исчезла? Давай посмотрим. Угу, угу, угу. Бэмман думала, что эта пещера вход в деревню. Или что-то в этом роде, кажется. Бэмман ошибалась. Смотри, вон она сидит. Неужели она здесь живёт? И что нам теперь делать? Снова спросить у неё дорогу? Давай не будем её беспокоить. Так, давай попробуем... Думаю, она медитирует. И если мы её потревожим, она вряд ли... Она... Вряд ли... Она будет рада. Ммм? Такой свежий аромат. Думаю, он исходит от той курильной. Курильницы. Не выглядит... Домом и привычным... И привычным пониманием. Ну, по крайней мере, здесь приятно пахнет. Хм... Может быть, жить здесь не так уж и плохо. А, ловим триггер. Что с тобой? Ты аж в лицо... Ты аж в лице переменилась. Да тут запах. Тебе нехорошо от него? На Пэмман ничего такого не чувствует. Мне нужно выйти срочно. Я тебе теряю сознание. Роми, что с тобой? Не время спать, очнись. Так. Здесь была какая-то женщина, которая нас чем-то накурила. Точнее, мы чем-то надышались. Идти ее... Да-то что? Эм... А что у нас за задание? А что там делать? Куда нам идти? Ладно, пошли. По вот этому стебельку. По вот этому корню. Блин. Вах. Красотень неописуемая. Голос ггг. Услышали, прикинь? Все такие зеленые. Что там? А что это там такое? Мне интересно. Я хочу туда. Мне надо. Мне надо туда. Да. Давай побежали. Вау, классно. Бежим, да? Так что аж пробьем. Ну? Мир забудет меня. В плане мир забудет тебя. Это, как я понимаю, это был Дендер Архонт, да? Это вот это Лоли Архонт? Или кто? Да, ну. Дендер, Крио, Гео. Она точно в порядке? Прошло столько времени. Не волнуйся. Поверь, наставник обладает глубокими познаниями. Если говорить, что все в порядке, значит так и есть. Ты пришла в себя? Да, Роми, наконец-то ты очнулась. Что это за место? Это... Хороший образ. Где мы? Пэмон так переживал за тебя, что забыл спросить, где мы. Это Гантхарова. Раньше это место служило ученым Сумеру, местом отдыха в тропическом лесу. Сейчас здесь в основном базируется лесной дозор. Привет. Меня зовут Калей, и я стажер лесного дозора. Мы с наставником нашли тебя сегодня без сознания во время обхода и принесли сюда. Спасибо тебе за помощь. Что ты? Не стоит благодарности. Как ты себя чувствуешь? Ощущаешь дискомфорт в теле? Нет, все хорошо. Но... Во рту горький привкус. Ха-ха. Виной тому отварь наставника. Он влил в тебя немного, когда ты была без сознания. Чуть не забыла. Наставник сказал дать тебе еще одного отвара, когда ты придешь с себя. Эм... Ай. Калей, что с тобой? Ты пыталась достать лекарства? Сколько раз я тебе говорил, что тебе нужно быть осторожнее. Я принесу его тебе. Только сначала разберусь тут. Простите, наставник. Атлас седобных грибов леса Авидия висит на доске объявлений. Но если фарбот не может его запомнить, у него нет выбора. Придется повесить его на более видном месте. Например, у него на лбу. Чтобы другие напоминали ему об осторожности. В этом месяце он уже два раза отравился. Я не припоминаю. Я непременно поговорю с ним об этом. Да, будь добра. С другой стороны, если ему нравятся разноцветные человечки, которые танцуют у него перед глазами, то здесь уже ничего не поделаешь. Но в следующий раз, когда он захочет получить лекарства, ему придется заплатить за него. Что у него с глазами? Как будто бы косоглазие такое. Так, ну как, тебе лучше? Это мой наставник, господин Тигнари, лесной страж и глава всех личностных дозорных в Гандхарве. Я объяснил, Паймон, причину твоей потери сознания. Сейчас расскажу и тебе, раз ты уже пришла в себя. В сумеру ученые некоторых даршанов выполняют особые практики в лесу. Они используют растительные благовония под названием духовных барнель, чтобы успокоить свой ум и войти в состояние глубокого раздумья. В поисках дороги вы вошли в пещеру, где ученые по имени Хайпасия Хайпасия в уединении воскуривала эти благовония. Благовония не оказывают никакого воздействия на большинство людей, но они способны стимулировать ум избранных, к которым относишься и ты. Понятно? Да, теперь понятно. Вот и хорошо. Скажи, какие у тебя были ощущения, когда ты потеряла сознание? Ты что-нибудь видела? Да, я видела большое белое дерево. Вы описываете то, что видели, пока были без сознания. Ммм, колей. Предупреди остальных, скажи, чтобы они пока не приносили сюда журналы патрулирования. Что? Они поживают у меня... Они поживут у меня несколько дней, а я в это время поживу у Амира. А теперь поторопись. Да, понятно. Подождите-ка, а что происходит? Раньше я думал, что ты придешь в себя, примешь лекарства и сможешь продолжить свой путь, но теперь я думаю, что тебе лучше остаться в Ганхарве, чтобы полностью восстановиться. Здесь ты будешь под присмотром. Под присмотром? Но мне нужно в сумеру. Не надо так волноваться. Если ты способна отличить хорошее от плохого, то поймешь всю серьезность ситуации. Прошу, выслушай меня. Судя по твоему рассказу, благовония вызвали у тебя очень сильные галлюцинации. Это значит, что твое психическое состояние не в лучшей форме. Если не веришь мне, понюхай это. Ох, ты в порядке? Очень похоже на те ощущения, когда ты потерял сознание, не правда ли? Сейчас твое сознание стабильно, но если ты уйдешь, то сможешь снова внезапно упасть в обморок. Тропические леса кишат хищниками и полны опасных зон. В следующий раз вам может не повезти. В ближайшие несколько дней тебе нужно регулярно принимать лекарства и стараться не передвигаться в одиночку, пока тебе не перестанет становиться плохо от этого запаха. Договорились? Хорошо. Отдыхай. А я пока пойду приготовлю для тебя новый отвар. Новый отвар? Да. Да что же это такое? Мы в сумеру всего уже... Всего ничего. Уже столкнулись с проблемами. Дроми, я знаю, что ты хочешь поскорее вветь малую властительницу. Кусанали, но ты пока выглядишь так себе. Тебе сначала нужно восстановиться. Эй, ты вообще слушаешь, Паймен? Я уже беспокоюсь о тебе. Я стараюсь... Я странно себя чувствую. Странно? О чем ты? С моим делом что-то не так. Это не были галлюцинации. Ты о корнях и красном небе? Но если это не галлюцинации, то что? Я не знаю. Но в этот момент у меня было ощущение, что я нахожусь глубоко под землей. И там было красное небо. Может, это был Канриарх? Канриарх? Хорошо. Ты особенная. И Паймен доверяет твоим осуждениям. Но почему ты не рассказала об этом Тигнари? Из-за этого он неправильно оценил твое состояние. Тебе ведь не станет хуже. Не думаю, что он ошибся. Он просто не говорит правду. Хочет сказать, Тигнари знает, что это за галлюцинации. Если так, почему он пытался скрыть это от нас? Нам надо докопаться, довести до сути. Так, теперь Паймен понимает, почему ты молчала. Тогда давай пока останемся здесь и восстановим силы. Заодно попытаемся выяснить, что ты видела на самом деле. Мне кажется, спрашивать об этом Тигнари уже не вариант. А что предлагаешь делать? Поговорить с Колей? Разумно. Она хорошо к нам относится. Завтра расспросим ее о Дендроархонте и обычаях Сумеру. Так, всю ночь... Вы всю ночь отдыхали. Да. Так. Угу. Угу. Так, Колей. К Колей. Ты-ты-ты. Побежали-побежали. А, вон, вон там. Там можно сделать фотографии. Мишка. Так, сфоткались. Так, домики на дереве, всякая такая, тропинка там, бла-бла-бла. Так, а что у нас по архивам? Давай залезем. Просто так, посмотрим, что там, много чего добавили или нет. Так, существа. Существа у нас, в принципе, как были, опа, гидро. Это что будет? Теперь Дендро, типа, да? Типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, Дендро будет. Ой, божечки, кошечки, ладно. Так, с хильчурными там все есть. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, стоп. Гидро, анима, электро, дендро, криво, гео. Так. Ой, сыранчик. Кого у нас, типа, эгидро, криво, анима, электро, дендро, кио. А, у нас нет пиро. У нас нет пиро вот этого челика. Так, по бездне у нас тут пока все есть, да? Вот эти два новых робота, я их уже открыл. Ага, здесь будут вот эти охотники, здесь у нас будет электроорхидея, да, или электропоопорядник. Это мы еще разберемся. Вот этих мы видели в разломе. Вот этих мы уже побили. У меня, да, были с ними небольшие разборки. Так, ну, знаешь, там еще что-то будет, да? И босс, ага. Пока ничего. По животинке у меня тут животином много чего-то не ясно. Ох, красавец. Так, и рыбка там еще много чего разгадать. Так, будет дендробабочка, да, как я понимаю. Угу. А лягушка новая? Или боящерица, либо какой-то угорек. А по географии... Так, мы же там весь открыли, вот, Сумеру. Ага. Знаешь, где-то еще здесь надо открыть, да? Так, что у нас под лютяжком? Кто у нас там сейчас в сети? Много кто? Не понял. И достижения. Достижения это сейчас то, что нам... Так, стоп, что? А, скитание по миру. Глава третья. Это был из Мальштада, да? Это была вот эта Инозома. Вот. Сущность флоры. Получить силу элемента дендра. Ага. Так, путешествие Фариса. Соберите полную коллекцию. Ага, ага. Ну, это, типа, книжки. Я понял. Хорошо. Ладно, давай, поехали дальше. Колей. Так, ага. Музычка здесь прикольненькая такая. Так, хорошо. Теперь правая рука. Кажется, все в порядке. Но будь осторожна. Поняла? Поняла? Да, я поняла. Кстати, наставнику у меня нет маршрута сегодняшнего обхода. Послушай, Колей, сегодня нам предстоит долгое патрулирование. Так что ты в этот раз с нами не пойдешь. К тому же по пути мы можем столкнуться. В общем, ты поняла. Но у меня есть голос Бога. Неужели я теперь совсем бесполезна? Не говори глупости. Тебе сейчас о другом нужно думать. А, это вы? Как самочувствие? Нужна помощь. А, нужна помощь? А раз уж мы здесь, мы подумали, что могли бы быть полезны. Вы из тех, кто не может спокойно сидеть на месте? В таком случае, позвольте, Колей может сделать с вами обзорное патрулирование по южной границе Ганхарны, Ганхаровы. Если самочувствие позволяет, можете почистить... А, ну да, почистить статую Семи Архонтов. Тигнарию, мы готовы. Скоро буду. Нам пора в патруль, а Колей? Все, он объяснит. Без проблем. Колей, что мы будем делать сегодня? Так, Тигнарию сказал, что нужно почистить статую Семи Архонтов. Вот только не пойму. Это тоже входит в обязанности лесных дозорных. Да, у лесных дозорных широкий круг обязанностей. Проверка состояния дорог, обслуживание лесных сооружений, ликвидация угрозы пожара, наказание помощи путешественникам и местным жителям. А еще наставнику часто приходится иметь дело с опасными участниками тропического леса. По пути к статуе Семи Архонтов нам нужно проверить уличное освещение. Путешественница Паймон, идите сюда. Я проверю уличные фонари, а вы, похоже, на... что? Я не успел посчитать. О, пыли, там что-то. Мы теперь как спутермен. Спайдер Клей, Спайдер Клей. Это она есть, Спайдер Клей. Она куда-то, типа, вниз нужно или куда-то туда? Я что-то сейчас вообще не догоняю. Нам либо сейчас, либо выше, да. Хопа. Хоп. Клей, не матерись, пожалуйста. Эй. Так, эти два фонаря в порядке. Пойдем проверим, фонарь впереди. Так, этот фонарь немного шатается. Нужно записать. Ага. Опа. Яху! Мы собрали первый дендракул. Хи-хи. Так, что у нас здесь? Отлично. С этим фонарем тоже все в порядке. А с этим? Так. Та-та-да! Да-да-да. А, теперь, типа, на статус семей архонтов нужно, да? Вот так отсюда залезть. Ну? И? Что? А-а-а. Это, типа, называется почти истинь, да? Или... Или как? Или что нам нужно сделать? Так, отправиться ниже. А-а-а. Вот сюда. Так, статуя стоит на вершине этого большого скалистого образования. Вы наверняка видели ее, когда шли по этой дороге. Так, высоко. Правда? Если тебе тяжело подниматься, статуя... Статую можно не чистить. Наставник не будет ругаться. Так. Я чемпионка по скалолазанию. Тогда не буду тебе мешать. Будь осторожна. Вокруг статуи очень мало места. Дароми, я с тобой помогу тебе очистить самые высокие места. Кстати, Колей, ты знаешь что-нибудь о Дендра Архонте? Какая она? Ты спрашиваешь о великой властительнице Рукхадевате? Или о малой властительнице Кусанали? Что за великая властительница Рукхадевата? Ой, ты боже. Такие имена? Это просто жопа. Это имя... Это имя прежнего Дендра Архонта? Великая властительница Рукхадевата была первым Дендра Архонтом в Сумеру. Она создала тропический лес и воздвигнула стену Самиэль на границе с пустыней, чтобы все жили в мире и спокойствии. Для жителей Сумеру она символ не только мудрости, но и доброты и всемогущества. Она исчезла в результате катастрофы много веков назад. Как Райден Макота? Это было во время Канриарх? Наставник рассказывал, что позже мудрецы нашли нового Дендра Архонта и призвали ее в Сумеру. В честь обретения Архонта мудрецы назвали ее малой властительницей Кусанали и поселили в храме Сурастаны. Ух ты, господи. Что было потом? Потом я мало что знаю об этом. Ты не знаешь? Разве ты не из Сумеру? Я из Сумеру, но может тебе не хочется об этом обсуждать с чужаками? Не волнуйся, мы все понимаем. Нет, нет, вы неправильно меня поняли, я ничего не скрываю, и вы не чужаки нам. Вы ведь знакомы с Эмбер? Подожди, ты говоришь о Эмберске, о Скауте Орда Фавониос, о чемпионке полетов из Манштада? Да, это оно. Я провела некоторое время в Манштаде, и Эмбер мне очень помогла. Благодаря ей я стала другим человеком. Эмбер удивительно. Увлеченная жизнью, чувствовала справедливость, она полная энергия, еще понимающая и способная зажечь огонь в других. По-моему, она идеально подходит на роль Скаута. Каждый, кто попадает в Манштад, сначала встречает Эмбер, а потом влюбляется в эту землю благодаря ее энтузиазму. Ах, так вот оно как. Вряд ли задачи Скаута заключаются именно в этом. Ну кое-что. Паймем паналя. Па-па-па-па-па-ня-ля. Тебе нравится, Эмбер? Простите, кажется, я неправильно выразилелась. Наверное, это звучит странно. Все в порядке. Теперь, когда мы знаем, что ты подруга Эмбер, Паймем чувствует, что мы стали ближе. Откуда ты знаешь, что мы знакомы с Эмбер? Дело в том, что я переписываюсь с Эмбер после возвращения в Сумеру. В одном из писем она рассказала о нападении ужасного дракона на Монштадт, и что светловолосая путешественница и ее компаньон помогли справиться с бедствием. Я сразу узнала о вас вчера, но я не сказала об этом, потому что ты только пришла в сознание. Понятно. Не волнуйтесь, я полностью вам доверяю. Я бы хотел рассказать вам больше про Дантра Архонта, но я некоторое время жила вдалеке от Сумеру, да и книг особо не читала. Простите. Ты уже рассказала нам много полезного, ведь раньше мы даже не слышали о великой властительнице Рукхадывате, Рукхадывате или о храме Сурастаны. Рада, что смогла вам помочь. Почему вас интересует Эндрархонт? Вы как раз рассказываете о своей цели. Так вот в чем дело. Спасибо, что поделились со мной. Мы же друзья, не так ли? Памин все правильно говорит. Нам пора идти наверх и всесить статуя. Спасибо за помощь. Я тем временем проверю навес от дождя. Встретимся здесь чуть позже. Да, да, да. Так, а разберитесь наверху. Наверху, наверху, наверху. Ага, вот так вот. Жжик. Вот так все. Так, что дальше? Так, раньше Памин не обращала внимания на фигуру. Раньше Памин не обращала внимания на фигура, которая изображена. Это статуя. Такая маленькая. Как думаешь, это великая властительница рукоходовата или маленькая, или малая властительница кусанали? Малая властительница кусанали. Внешний вид статуи вполне соответствует имени. Мы узнаем о них обеих позже. Но давай сначала очистим статую. Памин полетела наверх. А ты почти вниз. Так, статуя сияет. Можно спускаться. Вот там где-то дендрокулик. Так, где колей, колей, колей. Вот колей. Так, колей мы вернулись. Спасибо за ваши труды. Не так-то просто залезть вверх и вниз. Давайте немного отдохнем. Я взяла с собой воды и еды. Ух ты, а что есть вкусненького? Памин держи себя в руках. А что такого? Колей нам не чужая. Кстати, энтузиазм едоков лучший комплимент для повара. Сегодня я взяла с собой блюдо, которое часто едят лесные дозорные. Оно называется пита. Надеюсь, вам оно понравится. А, что? Я бы сказал, что это похоже. Но потом как-то... О, нет, она упала. Так, не волнуйтесь. Я завернула каждую питу несколько слоев промасленной бумаги. Она не должна испачкаться. Фух. Ты меня так напугала. Напугала. Так, вытрапезничайте из колей. Вкуснятина колей. У тебя врождённый кулинарный талант. Хорошо, что ты отдельно завернула каждую питу. Иначе Памин не смогла бы успокоиться... Иначе бы Памин не смогла бы спокойно спать всю ночь. Зная, что такая вкуснятина пропала зря. Ха-ха. Не преувеличивай. Если вам понравился в следующий раз, я вам дам рецепт. Я запишу все нюансы приготовления, чтобы вы смогли быстрее научиться. Спасибо, колей. Хе-хе. Трудно представить, что такой прилежный человек тоже иногда страдает от неукружности. Хе-хе. Такое тоже иногда бывает. Мне кажется, Дигнари слишком строг с тобой. Он не разрешает тебе ничего трогать без его разрешения. Памин иногда опрокидывает вещи, когда летит на дыром и не винит меня. Все бывает неосторожно. Нет-нет, у вас сложилось невероятное представление о наставнике. Конечно, он может оказаться суворым, но если бы вы провели с ним больше времени, вы бы поняли, что на самом деле он очень добрый. Я слышал от старших дозорных, что наставник происходит из очень древнего и загадочного народа. Все представители из народа чрезвычайно умны и обычно немного скрытны. Или что там было написано. Кстати, вы слышали про Академию? Так вот, там есть группа под названием АМУ. Короче, в общем, не помню. В любом случае, у мастера очень глубокое познание о растениях. Мудрецы из Академии несколько раз предлагали ему должность. Однако он отказался на том основании, что Сумеру слишком шумный горд для его ушей. Очень похоже на Тигнари. Уши его... Уши наверняка очень приятно гладить. Да, я тоже так думаю. Мне тоже всегда хочется. В общем, наставник мог бы уйти в Академию. Но вместо этого я решил стать лесным стражем. Каждый день помогать обитателям тропического леса и обучать своих подчиненных, таких как я. Это он научил меня готовить питу. Правда? Никогда бы не подумала. Вчера, когда Тигнари нашел тебя в бессознательном состоянии, именно он позаботился о тебе без личных слов. Он относ тебя в Канхару. Паймон не понравилось, что он ворчал на Паймону всю дорогу. Что-то натворило. Простите, возможно, наставник немного хватил лишнего. Просто Паймон всю дорогу кричала. Не переставая. Что же делать? Неужели она умрет? Вот это мой достатник и рассердился. Хватит смеяться. Паймон же о тебе беспокоилась. Что, теперь Калей тоже смеется? Ааа, ну и... Ну все. Все. Разозлили Паймон. И Паймон этого так не оставит. Время гнева, Паймон. Да ты боё. Не трогай меня. Калей, что с тобой? Калей, прости меня. Паймон не хотела тебя напугать. Ай, я просто... Нет, это не то, это не... Калей, ты в порядке? А, да, я в порядке, в порядке. Простите, что напугала вас. Уже поздно, пора возвращаться в Ганхарву. Наставники и остальные должны быть вернулись к этому времени. Что только что произошло с ней? Все в порядке? Она так быстро рванула вперед, что ее след простыл. Так, да, народ. Короче, вот на вот этом моменте, да, да, вот мы уже, наверное, пожалуй, закончим данную серию. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. С вами был ваш дыромчик. Это была Кли. Это наше путешествие в Сумеру. Вот. Тогда да, всем всего хорошего. Кушайте вкусняшки, гаси и не поправляйтесь. Всех люблю, целую, обнимаю. Подписывайтесь на каналик, прожимайте лайкольчик. Вот. И пишите комментарии. Буду вас ждать на последующих видеороликах, либо стримах. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok